Всем привет! Я Даня Бадаев, и это наша новая рубрика Teens for Teachers. Сегодня флексили с Данкломешка, Стэннелли своих крашей, а состные хэнсы рядом рофлили. Такой кринж! Это все изи. Если ничего из этого не поняли, то оставайтесь с нами, будем вас сегодня учить. Сегодня впервые за историю канала Sky Teach мы проведем игру, в которой поучаствует взрослый человек, преподавательница, и покажет свои знания или незнания подросткового сленга. Дамы и господа, у нас в гостях отважная Надежда Николаевна. Поаплодируем ее! Вы готовы? Готово! Поехали! Начнем с лайтового. Немножко разомнемся. Кто такой или что такое Матеша? Первое. Популярный видеоблогер. Второе. Урок математики. Третье. Персонаж из доты. Четвертое. Не Матеша, а Матюша, в смысле Матвей. Так, ну я думаю, что последнее это однозначно отпадает. Почему? Ну не похоже как-то на ласкательное. Матеша, Матюша, Матвей. Нет, это явно не то. Наверняка это не имя какого-нибудь блогера. Значит, у нас с вами остаются два варианта. Да, это математика и... И персонаж из доты. Так, что такое дота, я не знаю. Дота это компьютерная игра, в которую играют сейчас подростки. Ага. Но поскольку я не знакома с этой игрой, то я выбираю математику, потому что это очень сходит созвучно с тем, как называли математику мы, когда были молоды. Это совершенно правильный ответ. Вы выбрали правильный ответ. И вы получаете... Сколько? Пять баллов. Yes! Следующий вопрос. Шка – это сокращение от... Первое – школа. Второе – шоколад. Третье – шок. Четвертое – шикардос. Ну, тут я даже и гадать не буду, потому что это точно знаю, что шка – это сокращенное от слова «школа». И этим сокращением мы пользовались еще, когда я была, извините, тоже где-то там... Была маленькая, маленькая, нет, не подростком, а, скорее всего, даже еще учеником там четвертого класса, скажем так. И вы совершенно правы, и вы получаете пять баллов. А теперь вопрос посложнее. Дноклы – это скучные уроки, те, кто не играют в компьютерные игры, одноклассники, заучи. Действительно, сложновато. Но я думаю, что заучи вряд ли бы вы так назвали. Я тоже... Хотя можно вообще даже дать все, что угодно от подрастающего поколения. Так, значит, заучи отметаем напрочь. Так, отметаем. Осталось три варианта. Скучные уроки, те, кто не играют в компьютерные игры, и одноклассники. Вы можете использовать подсказку 50 на 50. Я могу убрать два неправильных ответа. Молодой человек, вы что хотите сказать, что у меня дальше будет еще сложнее? Ну, можно сказать так. Итак, осталось два варианта. Скучные уроки и одноклассники. Понятно. И там, и там множественное число. И дноклы – это тоже множественное число. Да. Ну, можно сказать днокл. Единственное число перевели, да? Угу. Вы думаете, мне так легче? Считаю. Я вот сомневаюсь. Я тоже. Понятно. Ну, если так рассуждать, днокл. Ну, кл, как вот я помню, и вообще всюду пишут. Вот, например, когда класс, то пишут кл. Там пятый Б. Да. Кл. А вот дно. Ну, подумайте. Дно – это значит что-то, ну, наверное, хулиганы класса. Что-то низкое. Одноклассники. И это совершенно правильный ответ. Вы получаете пять баллов. Дноклы – это, как бы, так сказать, сокращение слова «одноклассники». Так что вы совершенно правильно ответили, и мы переходим к следующему вопросу. Какое же сокращение это получается? Дноклы – «одноклассники», «дноклассники». Ну, понятно. Хорошо. Я принимаю ваш ответ, молодой человек. И у вас получается 15 баллов. Пока я иду, хорошо. Да. Давайте перейдем к следующему вопросу. Краш. Так сейчас называют. Первое – поломку ПК или смартфона. Второе – объект симпатии или кумира. Третье – что-то крутое. И четвертое – злого клона, кроша и смешариков. Для меня вот этот вопрос как раз не является очень сложным. Потому что я общаюсь с молодежью, и я знаю, что такое краш. Ну, я с девочками, в общем-то, больше как бы разговариваю. Поэтому по девочкам я как бы, да. Это мальчик, который нравится. То есть второе – объект симпатии или кумира. Да, совершенно верно. И вы отвечаете снова правильно, и у вас 20 баллов. Итак, Надежда Николаевна, и вы большой молодец. И мы переходим к последнему вопросу в этой игре. Ну что ж, я готова. Обрести популярность в ТикТок проще всего, если ты. Первое – попал в рейк. Второе – зафлеймил. Третье – ракуешь. Четвертое – тильтанул. Тильтанул. Точно. Я не хотела. Так может, вы уже знаете правильный ответ? Я не знаю. Или предполагаю, но не уверена. И очень не хочется как-то пролететь мимо. А у нас либо пятерка, либо какая? Либо ноль. Вот так? Да. Но это очень жестко. Ну, такие правила. Ну, так значит, с тильтанулом мы уже с вами разобрались. ТикТок – это же игра? ТикТок – это музыкальное приложение, в которое вы снимаете клипы. Да. Попал в рейк, зафлеймил, ракуешь, тильтанул. Вот насколько предыдущий вопрос был легким, настолько вот этот вопрос для меня. Ну, последний вопрос, он же должен быть сложным. Да я понимаю. Так, если обрести популярность, ну, как в дне моих молодости говорили, ее песня звучит из каждого утюга. То есть у нас должно быть так сделано, чтобы тебя, ну, в смысле меня, ну, там, кто там у нас войдет в это приложение, да, могли слушать все время, и чтобы ты был на слуху. Там не то дело, что слушают песни-то обрезанные, а смотрят, как вы танцуете там. А, еще смотреть. Или что-то изображаете. Я же говорю, вы снимаете клип, а песни там обрезанные. Должна быть постоянно повторяющая картинка, даже если ты не хочешь ее смотреть, но чтобы она попадала, ну, не ты, а кто-то не хочет смотреть, но чтобы ему эта песня или там картинка постоянно попадалась на глаза. Значит, это повторение. То есть должно быть повторение, даже если ты этого не хочешь. Да, 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 правильно, правильно вы рассуждаете. Я помню, в юности мне подарили вот такой вот диктофон. Когда мне нужно было там повторить что-то, ну, запись прослушать, которая была уже записана, я нажимала на эту кнопку. Это кнопка «рэк». Ну, можете сказать ответ? Мой ответ «рэк». Попасть в «рэк». Да. Это правильный ответ. Вы получаете еще 5 баллов, и у вас всего 25 баллов. Игра окончена. Ну, это замечательно. Это замечательно. Я очень... Вот что значит вовремя вспомнить то, что нужно. Нет, вот что значит думать и рассуждать. Оно, кстати, не мешает всем ученикам. Я согласен с вами. Мы благодарим Надежду Николаевну за участие. Это была настоящая схватка. Спасибо, мне тоже очень понравилось. А это вам. Спасибо большое. А теперь настало время для моего сольного номера. Что же все это значило? Шка – это банальное сокращение от «школа». «Днокл» – это сокращенное слово от «одноклассники». Используется с презрением и насмешкой из-за того, что напоминает слово «дно». Например, «днокл» у доски несет какой-то бред. Иногда так называют социальную сеть «одноклассники», которая, не сказать бы так, в тренде. Для подростков это дно соцсетей. Краш – это человек, который вам очень нравится, знакомый или кумир, так сказать, тайная или безответная влюбленность. Как вы могли догадаться, слово произошло от английского «crush». Интересно, ваши ученики в курсе, что за слова они употребляют? Устройте-ка им диктант. Словарный. «Тикток» – это большая тема, о которой следует поговорить отдельно. Вообще, это соцсеть, в которой наверняка все ваши ученики-подростки сидят. Короткие, смешные или нелепые видосы идут один за другим. И иногда выглядит довольно странно. «Попасть в рэк» – это как раз-таки про «Тикток». Те, кто ищут быстрой славы, публикуют свои ролики с хэштегом «рэк», то есть «рекомендованные». Тогда его творения смогут увидеть люди по всему миру. Три других выражения – «флеймить», «раковать», «тильтануть» – «пришли к нам из мира киберспорта». Ставьте лайки, если ваши ученики пугают этими словами вас. Никогда не знаешь, что тебе попадет в ленте «Тиктока» и насколько пристойно это будет. Что делать? Подростки иногда смотрят не самые приличные вещи, но смелые и креативные преподаватели смогут придумать творческое задание по «Тиктоку». Пусть дадут домашку в виде кринжевых роликов, это вам не прочитай и перескажи. Ну что, учителя, все законспектировали? Не переживайте, мы с вами еще обязательно встретимся, и я вам расскажу, о чем говорят подростки. Пишите в комментариях, что вас из молодежного сленга смущает больше всего. Объясним доступно и научим юзать, использовать на благо преподавания. Если выпуск вам понравился, то обязательно напишите это в комментариях. И поставьте лайк. Подписывайтесь на канал Sky Teach и жмите на колокольчик. С вами был Даня Бадаев. Чао-ка-хао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok